Лада, доброе утро! Почему ты одна? Где пластилины? Где профессиональные аниматоры? Что происходит? Друзья, у меня сегодня личный праздник. Детский утренник. Я помню свою далекую юность в 10 классе, когда заканчивала школу. Вместо того, чтобы сдавать государственный экзамен, я готовиться к ним. Я смотрела вечерами и ночами мультфильмы. Так вот, сегодня праздник в том, что я научусь их создавать. Причем не какие-то компьютерные мультфильмы, а настоящие пластилины. В этом мне поможет Катя Майская. Она профессиональный мультипликатор. Сейчас правильно так говорить? Аниматор. Так, Катюш, расскажите, что мы будем делать? Я вот единственное, что сейчас узнала, пока мы тут сидели, ждали, что мультфильм начинается с обыкновенного белого листа. Не с черного квадрата Малевича, а с чистого белого листа. Катюш, расскажите, что теперь мы будем делать? Мы с вами будем оживлять все, что угодно, потому что анимация – это от слова анима. Анима – душа. То есть мы с вами можем взять любой неодушевленный предмет, сделать ему, допустим, глаза или руки. Сегодня у нас недушевленный предмет – это микрофон. Замечательный микрофон, чтобы нам его оживить, он сейчас ни капельки не живой, никакой. Мы ему можем элементарно сделать, что у нас двигаются? Руки, можем ему сделать глаза, чтобы он моргал или смотрел. И рот, чтобы он говорил. И он у нас и живет. Соответственно, кто будет говорить в микрофон? Я. Вы будете говорить? Да. Настоящая? Ну, конечно. А можем вас сделать анимированный, можем вас нарисовать, и вы будете разговаривать только в бумажном варианте. Отлично. Значит, скажу тоже еще маленький секрет. Тут случайно выяснилось, что у нас есть пластилин, но, к сожалению, к нашему микрофону вот сюда пластилин никак не клеится. Он клеится только сюда. Поэтому руки… У нас будет смешанная техника бумажно-пластилиновая. У нас будут руки пластилиновые, а глаза, рот будут бумажные. Это даже интереснее еще, правильно? Да. Поехали рисовать. Значит, с чего мы начинаем? Начинаем мы с вашего лица. Начнем с лица. Но тут есть одна такая особенность. Чтобы у нас в мультфильме что-то двигалось, нам это нужно нарисовать отдельно. Что у вас на лице двигается обычно? Рот, глаза. Рот, глаза. Хорошо, давайте, значит, вы нарисуете свое лицо. У меня есть набор ртов небольшой. Я сейчас вам его дам. Вам нравится мой рот? Я вам его подарить. Это мой рот? Да, ваш. Будет. Такой сексуальный, эротический. Розовый рот. Так, сейчас, я по-другому решила нарисовать. Вот это я. Так, я рисовать не умею, поэтому мне будет все очень просто. А у нас в мультфильме... Знаете, как в мультфильме? Ручки-ножки, огуречек, появился человечек. Вот это я. Волосы точно будут похожи? Это я точно знаю. Погуще, я думаю, лосы можно нарисовать. Жизненькие не подойдут. Хорошо, у меня есть брови, я вам тоже их могу презентовать. О, брови давайте точно. Нет, я их приложу, чтобы, если что... Глаза какие-то мелковытые получились. У вас какого цвета глаза? Серые. Серые. Но здесь они рыжие. Ну, может быть, коричневые подойдут больше. Сейчас я так контуры нарисую. Так все, рот не рисуем. Рот не рисуем. Рот не рисуем. Если вы будете удивляться, ваши брови будут вот так вот приподниматься. Это моя жизненная позиция, журналистская тоже. И еще я бы вам нарисовала зрачки, а то как-то у вас... Да, точно. В общем, как вы видите, у нас могут не особо художники заниматься мультипликацией. Обычно мне говорят, ой, я не могу делать мультфильм, я не умею рисовать. И мы говорим, отлично, нам и не нужно, чтобы вы умели рисовать. Нам нужно, чтобы вы умели думать, придумывать и размышлять. Руку давайте сделаем. Я одну, а вы другую. И приклеим его к микрофону, правильно? Да, да. Потом мы это вырежем, ваше лицо. Прекрасно. Вот, и оно у нас оживет и может быть даже заговорит в этот чудесный микрофон. Катюш, надо быстро приклеивать руку. У нас, говорят, уже мало времени осталось. Хорошо, моя рука почти готова. Давайте, полетим. Никто же не знает, какая рука у микрофона, поэтому я могу взять и сделать ему, как у смурфика, голубую руку, трехпалую. Вот так. Трехпалая, а у меня четырехпалая. А никто не знает, какая вторая рука у микрофона, поэтому приклеивайте все, что есть. Так. Слушай, вот. А дальше мы с вами будем оживлять их с помощью специального фотоаппарата и компьютера. И это будет через час, в следующем включении. Ждите. Доброе утро. Ждем с нетерпением мультфильм «Приключения микрофона». Лада, завидуем тебе такой, знаешь, доброй мультяшной завистью, потому что мы бы тоже хотели сейчас слепить что-нибудь такое трогательное, смешное, из пластилина. Лада, доброе утро. Доброе утро. Как там ваш пластилиновый микрофон? Уши слепили? Ну вот, запрошусь сейчас. Я смогла сама себе доказать, для того, чтобы стать мультипликатором, совсем не обязательно уметь рисовать. Вот я довела, наконец-то, до совершенства свой автопортрет. Вот такая замечательная шевелюра, пластилиновый хохолок, розовая кофточка, двигающиеся брови, и Катя сейчас начинает снимать. Мультипликация к анимации у нас сейчас с вами абсолютно статичная картинка, и мы покадрово ее будем оживлять. Соответственно, сделав какое-то движение, мы нажимаем на волшебную кнопку, и у нас происходит фотографирование. И затем эти кадры мы просмотрим на быстрой скорости, и у нас получится мультфильм. Соответственно, сейчас мы оживляем нарисованную Ладу. И, соответственно, раз, сделали рот, и нажали на кнопку, и у нас получился кадр. И так множество кадров, кадров за кадром, мы ее оживим. Вот мы решили, что когда у нас Лада начинает разговаривать в микрофон, микрофону это не очень нравится, и у него появляются глаза. Хоп! Такое волшебство. То есть микрофон не любит работать? Не любит, или удивляется, что ему приходится работать утром. Я тоже каждый раз уявляюсь, когда я в 5 утра встаю. Соответственно, мы ему положили сейчас еще рот нарисованный. Так, а руки? У нас есть пластилиновые руки, что с ними будет? Самое главное, это же пластилин. Руки у нас, к сожалению, почти не влезают, но... Они должны влезть. Давайте подвинем. Давайте вот так сделаем. У нас разрешено все, что не запрещено, а разрешено у нас все. Соответственно, мы ему взяли руки. А вы, наверное, как-то должны тоже удивиться. Или у нас... Это же постоянное состояние журналиста быть удивленным. Давайте. Или улыбнетесь, может быть. Брови у вас, в конце концов, поднимутся. Локоны встрепенутся. У нас локоны из пластилина. У нас смешанная техника сейчас. И мы опять делаем кадр. У нас двигаются части тела. Катя, это процесс до бесконечности, что ли? Это бесконечный процесс, пока вам не надоест, пока вы не уснете, пока у вас мультфильм не закончится. Можно так делать бесконечно. У кого, насколько фантазии хватит. Вот у нас что может с ним произойти? Ручки должны как-то вот так... А, ну вот видите, вы правильно сказали. Давайте ими шевелить. То есть мы же хотим, чтобы он ожил. Вот давайте пошевелить этой рукой. У нас нет пластилиновой вороны, но у нас есть пластилиновые ручки. Вот я пошевелила. И нажимаем на волшебную кнопку. У нас кадр. Так. Соответственно... А теперь я должна так как-нибудь... Еще, да. Давайте вот так вот. Вот они опустили с руки. Я не знаю, что делать. Дело в том, что мы сначала должны сделать еще одну фазочку. И потом нажать, а потом уже опустить. Иначе у нас получится с вами, что он не опускает руки, а дико машет ими в истерике. Не знаю, из-за чего. Слушай, ну я очень честно бываю в такой ситуации на съемке. А у вас вот другая рука, она у вас может тоже вам помахать. И, кстати, мы забыли вам рот закрыть. Надо постепенно... Вот видите, сколько нужно в голове держать, что пошевелить. И главное не перепутать, что чем, куда машет. Так, друзья, еще совсем немного времени. И в следующем включении вы увидите готовую анимацию. Шедевр. Лада, это потрясающе. Возможно, в следующем году на фестивале мультивидения, который в этом году тоже проходит в нашем городе, мы увидим микрофона как главного героя мультфильма. Ждем следующих включений с нетерпением. Я пока так и не... Лада... К сожалению, я так и не выучила ни одного иностранного языка, но тем не менее... Ну что, Лада, мы увидим... Мы сегодня вносим... Увидим мультик, Лад сегодня. Конечно, увидим. Мы сегодня вносим маленький вклад с Катей в мировую мультипликацию. Спасибо. Но для начала, чтобы разогреть публику, как это принято на серьезных кинопоказах, мы должны говорить о чем-то. Итак, посмотрите, где мы находимся. Все стоят на ушах, а я не выпустил. Это не студия мультипликации. Это скромное бизнес-учреждение. Вот так вот хорошие люди обустраивают свое рабочее место. Кать, скажите, пожалуйста, мультипликация, это же как зараза, как семечки. Почему люди смотрят и смотрят, и никак не могут отойти от мультфильма и заняться делами? Я думаю, это просто ассоциативный ряд с детством, с счастьем. Когда ты сел на диван, включил телевизор, тогда еще в советские мультфильмы смотришь, наслаждаешься, абсолютно счастлив, и у тебя тишина на душе и благодать. Ну что, давайте не будем томить публику, мы ее немножко разогрели, и сейчас попытаемся... Фанфары нам нужны сейчас, премьера мультфильма. Оскароносного будущего. Итак, Катя, три, два, один, пуск. Господин миллионер, скажите, пожалуйста, как вы заработали свой первый миллион? Скажите честно, не вытаиваете правду. Господин миллионер, к сожалению, не успел ответить, потому что мультфильм закончился. Друзья, если вы захотите узнать, что же ответил господин миллионер, нам придется Катю пригласить еще раз на следующей неделе. Но до этого, Катя, скажите, пожалуйста, вообще только я могу научиться делать мультфильмы? По мультфильму нас делают от мало до велика, и большие взрослые олигархи и маленькие дети от трех-четырех лет дарят подарки анимационные. Мы ходим иногда в школы, целый класс делает большой мультик про себя, может быть, какую-то жизнь свою. Или вот даже взрослые, большие люди. Всем можно, как вы уже поняли, невероятно уметь рисовать, можно уметь воображать, думать, и чтобы было желание творить. Ну, договорились. Значит, пару миллионеров, которые должны нарисовать мультфильм. Да. Будем считать, что скороносный показ у нас прошел... Ну, ура. Ну, ура. Я думаю, маленький Оскар мультипликационный. Нам должны сегодня вручить маленький остров. Остров. Оскар. Оскар. После конца эфира. В мире и остров в Карибском бассейне, я думаю, прекрасное вознаграждение за проделанную работу. Продолжение следует...